Их ждет блестящее будущее. В Магнитогорской государственной консерватории состоялось награждение лауреатов 5-го международного конкурса фестиваля камерно-ансамблевого исполнительства имени Татьяны Алексеевны Гайдамович. Этот конкурс, он уже вышел на международный уровень. В нем принимают участие не только исполнители, то есть студенты, преподаватели нашей Магнитогорской консерватории, но, конечно же, исполнители из таких стран, как Германия, Казахстан, Украина, Латвия. Поэтому, конечно же, это очень важно и очень даже достойно, что наша Магнитогорская консерватория принимает именно такой конкурс. На сцене родной консерватории обладательницы специального приза «Надежда» и лауреаты 4-й премии Анна Горенкова «Кларнет» и Янна Ливандовская «Фортепиано». Этому дуэту полтора года, а все это время девушки усиленно готовились к конкурсу, понимая, насколько сильные у них конкуренты. Они учатся на третьем курсе Магнитогорского музыкального колледжа, дружат между собой и понимают, что нужно для успешной работы в дуэте. Чувствовать друг друга, понимать. Главное все. Общие эмоции. Чуточку лучше, по мнению жюри, выступили конкурсантки из Москвы. Софья Власова, скрипка и Екатерина Карпова, фортепиано. Студентки столичной консерватории имени Петра Ильича Чайковского стали лауреатами третьей премии. Для Софьи и Екатерины музыка – это и вдохновение, и труд, и свобода. В первую очередь творчество. Это полет фантазии, это углубиться в смысл композитора произведения и создать что-то, может быть, придать свое какое-то ощущение. Это такое дело, благодаря которому ты можешь не отвлекаться на какие-то посторонние факторы. И если ты занимаешься музыкой, то ты можешь разговаривать на любом языке, потому что абсолютно в любой стране мира этот язык универсален. Уже в пятый раз международный праздник музыкального сотворчества проходил в Большом зале Магиттагорской консерватории. Конкурс-фестиваль камерно-ансамблевого исполнительства носит имя советского музыканта-виолончелиста, доктора искусствоведения, профессора Московской государственной консерватории Татьяны Гайдамович. В этом году ей исполнилось бы сто лет. И по мнению председателя жюри конкурса, Татьяна Алексеевна могла бы гордиться его участниками. Лауреаты прежних лет продолжают выступать на различных международных исталищах и завоевывают самые высокие места, тем самым подтверждая высокий рейтинг конкурса в Магиттагорске. В этом юбилейном конкурсе приняли участие 33 музыканта. Это 15 ансамблей из Магиттагорска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Челябинска. Международный статус поддержал Казахстан. Уровень исполнительского мастерства настолько высок, что жюри присудило сразу три первые премии. Победителями стали музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга. Финансовую помощь конкурсу оказали несколько предприятий и организации Магиттагорска, в их числе и металлургический комбинат. Андрей Рыжков, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ